Почти 600 казахстанцев пострадали в результате несчастных случаев на производстве с начала этого года, а МЧС выявило больше 12 тысяч нарушений на предприятиях. В правительстве сегодня утвердили план по безопасности труда до 2025 года. Документ будет стимулировать работодателей снижать профессиональные риски на производствах. Большинство травм происходят на горно-металлургических, строительных и коммунальных предприятиях. Еще несколько инициатив, озвученных сегодня, коснулись проблем экологии и здравоохранения. Тимур Казагулов с подробностями. Казахстанцы стали чаще травмироваться на производстве. Такие данные сегодня озвучили в МЧС. За последние годы количество несчастных случаев на промышленных предприятиях увеличилось на 15%, отметил глава ведомства Юрий Ильин. На печальную статистику влияют изношенное оборудование и низкая дисциплина рабочих. В этом году на опасных объектах уже произошло 11 аварий и больше 100 инцидентов. Десятки случаев удалось предотвратить благодаря рейдам. Госнадзор министерства ведет почти на 10 тысячах промышленных предприятиях. По результатам проверок выявлено 12 777 нарушений требований промышленной безопасности. Наложено 505 административных штрафов на сумму более 70 миллионов тенге. Глава Кабмина Аскар Мамин утвердил план работы по снижению травматизма на производстве до 2025 года. В качестве примера он привел практику в Кустанайской и Павлодарской областях. Сегодня в стране ежегодно регистрируется более 400 случаев профзаболевания. За последние пять лет количество пострадавших на производстве уменьшилось на 10%. Количество погибших на 16% сказал в ходе заседания правительства министр труда и соцзащиты населения Сирик Шапкенов. По данным министра за пять месяцев этого года в результате несчастных случаев пострадали больше 500 человек. Почти 15 тысяч граждан в прошлом году, которые утратили трудоспособность на производстве, получили 15,5 миллиардов тенге. Снизить поручил премьер-министр и уровень загрязнения окружающей среды. Министр экологии Макзумер Загалиев отметил, что для улучшения воздуха в городах Казахстана ведомство взяло на вооружение предложение общественности, акиматов и природопользователей. Самый грязный воздух сегодня в Нур-Султане, Алматы, Караганде, Тимиртау и ряде других областных центрах. Дорожные карты есть в каждом регионе. Неудовлетворительный глава кабина назвал работу столицы и Алматы. Начаты масштабные работы по газификации северных регионов страны. Стартовала реализация проектов строительства шести мусороперерабатывающих заводов. Для снижения воздействия на атмосферу от выхлопов транспортных средств. Проводится активная работа по переводу общественного транспорта на газ. Стимулируется увеличение количества электротранспорта. Эти и другие меры позволят снизить к 2025 году индекс загрязнения атмосферы в 10 городах. С высокого на средний, отметил Оскар Мамин. Не расслабляться он поручил и Минздраву. В странах СНГ идет рост заболеваемости. Тем временем Казахстан с 6 июня находится в зеленой зоне, отметил главный врач страны Алексей Цой. В разрезе регионов красным горит только столица. Число выявленных случаев КВИ за последнюю неделю снизилось на 16%. За последний месяц количество больных с КВИ плюс и КВИ минус снизилось с 2505 до 757 случаев в сутки или в 3,3 раза. Глава Кабмина вновь поручил наращивать темпы вакцинации и расширение приложения АШЭК. Акиматы должны правильно и доступно пропагандировать эти меры населению, отметил он. Иначе сценария наших соседей тоже не избежать. Тимур Казаголов, Мейрамбек Ахмаханов. Итоги дня.